Самым необычным ходом в шахматной партии является рокировка. Этот ход был изобретен для того, чтобы ускорить игру, и является одновременным передвижением двух шахматных фигур, короля и ладьи. Когда вы рокируетесь, вы уводите короля из центра в более безопасное место и выводите ладью поближе к центру шахматной доски. Несмотря на то, что вы двигаете одновременно две фигуры, рокировка считается как один ход. Вы можете рокироваться на королевский, или, как говорят шахматисты, короткая рокировка и ферзевый фланг, длинная рокировка. В любом случае, король двигается на два поля вправо или влево, и затем ладья перепрыгивает через короля и становится по другую сторону от него на поле рядом с ним. У рокировки есть целый ряд достоинств, но важно, в какое время вы решаете рокироваться и на какой фланг хотите увести короля. Надо знать, что рокировка не всегда возможна. Рокировка невозможна, когда король находится под шахом. Прежде чем сделать рокировку, надо защитить короля. Рокировка невозможна, если во время рокировки король проходит через битое поле или после рокировки он окажется под шахом. Рокировка невозможна, если между ладьей и королем не свободны все поля. Например, в этой позиции черные и белые должны сначала развить свои легкие фигуры, черные слона, а белые коня, чтобы рокировка в короткую сторону стала возможной. После, например, кони в три и слонцы пять обе стороны могут рокироваться. Еще одно правило. Вы не можете рокироваться, если ваш король и ладья, которые участвуют в рокировке, уже ходили в течение партии, даже если они вернулись на начальную позицию. Рокировка должна быть первым ходом в партии для короля и ладьи. В этой позиции рокироваться могут только черные и только в короткую сторону, так как белый король уже ходил, а ладья черных на ферзевом фланге уже пошла на С8. Рокировку в шахматной нотации мы записываем следующим образом. В короткую сторону мы пишем 0-0 и говорим два нуля. Или в длинную сторону 0-0-0 и говорим три нуля. Чтобы запомнить эту запись, можно обратить внимание, что при рокировке в короткую сторону между королем и ладьей два поля. Поэтому и в записи используется два нуля. В то время, как при рокировке в длинную сторону между королем и ладьей изначально три поля. Поэтому и в записи мы используем три нуля. А сейчас ваше время потренироваться в рокировке.